МГ-34 В чем заслуга, наверное, немецкой армии, это в том, что, наверное, впервые в мире был принят единый пулемет для любых родов войск, для пехоты, для танкистов, для самолетов даже ставили. За исключением некоторых изменений, то есть, допустим, в авиационном варианте или в танковом имелся кожух без перфорации и, соответственно, отсутствовал приклад для увеличения свободного пространства. Калибр 7,92 мм на 57 мм. Достаточно скорострельная машинка, достаточно убойная. Зачастую, кстати, использовалась и партизанами советскими, да и в некоторых строевых частях советской пехоты. Использовались трофейные пулеметы ввиду того, что у них имелось питание как от ленты, так и от так называемых кексов. Это небольшие магазины на 50 патронов. Также были двойные пулеметные такие боепитания. Ну, достаточно интересная тоже машина. Достаточно сложная, дорогая в производстве. Но, между тем, она достаточно убойная и зарекомендовала себя, в принципе, достаточно хорошо во время войны. И в некоторых, кстати, странах до сих пор стоит на вооружении как МГ-34, так и МГ-42. То есть в странах НАТО, допустим, МГ-42 изначально был МГ-3, затем МГ-53, ну, с измененным немножечко калибром на 5,56 мм, то есть НАТОвского образца. А так, в принципе, ничего особо не изменили.